Главное сегодня это последствия разрыва канализационного коллектора Горьковского автозавода и устранения этого самого разрыва. Как мы вчера сообщали, ЧП случилось вчера в середине дня. На место прибыли не только коммунальные службы Горьковского автозавода, к устранению последствий подключились и муниципальные службы. Работы шли весь вчерашний вечер, всю ночь и сегодня днем уже успешно завершились, но об этом чуть позже, а сначала о последствиях. Фекальными водами из коллектора было затоплено садовое товарищество Кожевник на берегу Оки. Сегодня садоводы оценивали ущерб. Вот, пожалуйста, все так посадки, земля, все посажено вот оттуда. Вот смотрите, видите какая жижа, это сейчас, грязь, вот она черная, вода черная, грязь, и вани вообще страшно. Вот в воде кругом, все, дом, баня, сейчас, наверное, полный дом, опять воды, скважина у нас питьевая там, вот опять все затопило и воняет. Вы чувствуете запах какой? Ну уж не дай бог. Человеки, говорят, с земли даже вышли. Ой, вкусно. Искусственное, так называемое, из канализации озеро. Вот смотрите, вот мои коллеги, вот падают. Вот я тут кусты сажал, кусты все под водой. Яблони, непонятно, что с ними будет. Они подземли, что-то не будет. Вот я еще немного, вода еще стоит. Кровать все. Обязательно. Все, что выкидывать и по новому все настилать. В этом году ничего не будем сажать, естественно. Для того, чтобы вести ремонтные работы, пришлось отключать от водоснабжения автозаводский район. Это 300 тысяч жителей и объекты социальной сферы. Из больницы даже пришлось в срочном порядке выписывать легких больных, о кого возможно перенаправлять в другие стационары. Чтобы обеспечить людей водой, в районе была организована доставка. Ну я где-то с полдевятого тут таскаю воды, заполняю ванную. Без воды, как говорится, ни туда и ни сюда. Вот когда ее отключают, вот тогда я реально понимаю ее ценности. С водоканала набирали водичку. Питьевая, питьевая. Можно пить. Истратили, приехали. Час набрали, второй и второй рез. До обеда нам хватило машины. Как бы получается 40-я больница, 7-й роддом обслуживаем. Все хватило. Ставьте. Бывают такие ситуации. К сожалению, я отмечу не идешь. Плановые операции отменили. И экстренные тоже. Пока больных не принимают. В воскресенье вечером легла. В понедельник должны были рентген делать, но выписываю. То, что нет воды. В больнице нет воды. Ну у нас вы всех убрали. Нечего варить, не готовить. Не в туалет там не ходить, ничего. Это никто не виноват. Это медики не виноваты. Потому что не работают туалеты в первую очередь. И невозможно готовить. И прачка не работает в данный момент времени. И, соответственно, мы не можем обеспечить питанием 623 человека. Как обычно, мы ежедневно обеспечиваем горячим питанием в связи с отсутствием воды. Поэтому мы оставили на долечивание только тех больных, которым обеспечить можем качественную нормальную помощь. А оставили только тех тяжелых пациентов, которые на вторые, на третьи сутки после операционного периода, которых мы будем долечивать уже у себя в наших стенах. Остальные были выписаны и переведены в другие стационары города. Все пациенты, которые нуждаются в экстренной помощи, они маршрутизированы по другим больницам города. Мы вечером сообщили и утром продублировали информацию о том, что по возможности родители могут оставить детей дома на их усмотрение. Что уроки будут, уроки будут сокращенные. Туалет не работает, воды нет, руки помыть. Мы поэтому детей не кормили сегодня, естественно, потому что нет возможности даже руки помыть, сготовить что-то. Хотя запас воды был небольшой. Вчера при поступлении информации об аварии мы организовали запас питьевой воды, пока вода еще была. Для приготовления завтрака, обеда. А к полднику нам была вода привезена. На месте разрыва коллектора ремонтные работы вели совместно муниципальные службы и тепловые сети Горьковского автозавода. Диаметр на коллекторе очень большой, это 1400 мм. Поэтому, когда авария произошла, практически всю ночь потребовалось на то, чтобы всеми имеющимися помпами откачать то, что там есть. Откачка произошла, закончена практически там утром. После этого появился доступ физический к месту аварии, к коллектору. Сейчас место аварии локализовано. На данный момент авария ликвидирована. Происходит устранение дефектного участка, то есть исправляем ситуацию. Но по мере устранения будем включаться. Время не щадит и чугун. Соответственно, сейчас мы этот дефект уберем, байпас отглушим и коллектор включил работу. Это небольшой дефект, но с большими последствиями, к сожалению. Потому что сам коллектор, конечно, он очень важен. Коллектор, в принципе, сам коллектор никаким образом не пострадал. Находится в рабочем состоянии. Устанавливаем эту способность и поехали. Надолго хватит? Ну, дай бог, надолго. По крайней мере, в этом месте, я уверен, мы сюда не вернемся. Сейчас этот коллектор принадлежит ПАО «Газ». Есть, скажем так, дочеркния структура, заводские сети, которые, это теплосети, которые, ну, обладают, на самом деле, предостаточными полномочиями, компетенциями в части обслуживания. Вопрос обслуживания, вопрос передачи сетей доведется. И я буду в ближайшее время там обладать. Кстати, на данный момент водоснабжение восстановлено. Что касается возмещения ущерба садоводам, то этот вопрос будет решаться в ближайшие дни.